Всем привет! Меня зовут Лара. Добро пожаловать на мой канал. Это видео, мой специальный подарок для именинников, которые родились 18 июня. И мы посмотрим, это прогноз, предсказание для вас, мои дорогие именинники, что будет происходить с вами на протяжении года, начиная с вашего дня рождения до следующего. Даже если вы пропустили это видео, посмотрели немножко позже, вы можете, и ваше день рождения 18 июня, вы можете пролистать и посмотреть, прослушать ваш прогноз. Так мы посмотрим, что будет происходить с вами, или уже происходит с вами, вот, 18, вот, именно в день вашего рождения. Но дальше мы посмотрим, пройдем по всем сферам жизни. Ну, здесь, видите, нам сразу показывают карты. У вас какие-то сложности в работе, мои дорогие близнецы. У вас какие-то сложности работы. Мы здесь видим человека очень властного, возможно, занимающего пост, определенный пост. И как-то эта работа лежит на вас таким тяжким грузом. Возможно, вот эта ответственность, которая на вас, вот эта власть, которую вы владеете, как-то тяготит вас. Конечно же, вы ожидаете, у вас очень доброе, мягкое сердце, и вы хотели бы, чтобы люди, конечно, к вам относились соответственно. Но вы при этом, вы должны быть жестким таким человеком, ну, не тираном, то, скажем так, руководителем, да, потому что должность вас обязывает к этому, я вижу так. Хорошо, давайте посмотрим, что будет происходить с вами на протяжении года в сфере любви и отношений. Что же будет происходить с вами? Я вижу, вы как-то будете, да, у вас будут отношения на протяжении этого года, возможно, они уже у вас сложились, потому что карта сердца нам показывает, что, скорее всего, у вас есть человек, с которым вы состоите в отношениях. И, ну, вы как-то, знаете, как будто сомневаетесь. Суета. Смотрите, вы будете разрываться между вашей работой и человеком, с которым вы состоите в отношениях. Вот такие будут, возможно, будут какие-то качели в ваших отношениях. И вы захотите какого-то забвения, некого забвения, потому что карты нам показывают человека при должности, человека обеспеченного, человека, проживающего, достигшего определенного достатка в жизни. И вот вас будет окружать суета, возможно, вам не будет хватать времени, будете испытывать недостаток времени, чтобы провести время вот с любимым человеком. Вы захотите как-то, возможно, развеяться, забвение, карта забвения показывает. Отношения будут, отношения хорошие, здесь влюбленные, но в то же время суета. Какая-то суета, может быть, у вас будет просто какая-то, знаете, вы будете очень уставать. Возможно, вы захотите законцентрироваться на какой-то одной сфере, а вам надо будет разрываться между отношениями и зарабатыванием денег. Что будет происходить в работе и в финансах? Да, вы знаете, смотрите, как карты говорят. Ваши отношения и ваша работа, ваш достаток очень тесно переплетаются. И у вас даже будут ссоры по этому поводу. Возможно, ваши близкие будут хотеть вашего внимания, будут обвинять вас в недостатке внимания. Также будут вас обвинять, возможно, что в злоупотреблении алкоголя, что у вас есть какое-то пристрастие. Извините, если я, ну, я всегда озвучиваю то, что мне говорят карты. У вас есть такое пристрастие, поэтому, пожалуйста, возможно, ваша работа связана с этим, и вам приходится проводить такие бизнес-встречи, бизнес-митинг с людьми. И эти встречи, как правило, сопровождаются такими-то застольями, потому что я знаю, что многие сделки укладываются, допустим, за каким-то бизнес-встречи, возможно, встреча в ресторане, какое-то застолье или просто вот... Вот бизнес-встречи, они, как предполагают, вот такие вот застолья, как правило, сделки эти заключаются за каким-то застольем. И это внесет некоторые, возможно, разглазы с вашей семьей, возможно, ваши близкие, человек, с которым у вас отношения, будет обвинять вас, что вот ты слишком много времени посвящаешь своему бизнесу, в своей работе, и там выпиваешь, будут вас обвинять, и будут обвинять вас при страсти к алкоголю. Вот такое, знаешь, карта, неожиданно, нам такую сторону вашу показали. Что будет касаться социального вашего окружения, друзей, социального окружения? Ну, то сюда может входить, допустим, соседи, друзья, родственники. Смотрите, как карта рассказывает вам. Вы имеете достаточно сильную защиту, вы человек, который вы можете себя защитить, вы не нуждаетесь там в чьей-то защите, я имею в виду, вам не нужна там какая-то протекция, вот, но в то же время карты вас предупреждают, и вот четко показывают предупреждение. Будьте очень осмотрительны с вашим окружением, потому что в вашем окружении есть некий человек, возможно, это даже какой-то ваш дальний родственник, который может вас, ну, здесь четко как карта говорят о предупреждении, будьте очень-очень внимательны. Кто-то из ваших родственников вам так недоброжелательно к вам относится. У вас есть как хорошие друзья, которые всегда готовы стать на вашу защиту, так же и не очень хорошие, и даже родственники. Как это ни печально звучит, очень часто так случается в жизни, я тоже столкнулась с таким, что самый близкий человек вот так вот меня предал, такой кровный человек, родной мне по крови. Так случается в жизни, к сожалению, мои дорогие. Вот такой год, скажем так, ничего плохого, ничего экстренного, просто слишком, может быть, просто больше отдыхаете и больше посвящаете времени своей семье, своим близким и любимым людям. Какой вам совет карта дадут на этот год, дорогие? Совет такой, вы по жизни победитель. Вы действительно, вы по жизни победитель. И вы идете, но эта победа вам дается не любой ценой, то есть вы не идете по головам. Вы очень такой человек справедливый, и всегда стараетесь держать баланс во всем, в отношениях, в деньгах, со своими близкими людьми. Старайтесь пропорционально распределять ваше время, чтобы проводить время с вашими близкими людьми. Также делить время работе, в то же время, чтобы при этом бизнес не страдал. Также карты говорят вам, четко показывают высшая сила. Все иначе. Возможно, вы не видите каких-то вещей вокруг вас. Как-то присмотритесь, возможно, послушайте вашу интуицию. Смотрите, вот эта карта называется «Все иначе». Возможно, у вас есть какие-то вещи, мы смотрим, зацикливаемся, мы видим его, допустим, черным, а оно совершенно иначе. Вот присмотритесь к вашему окружению, четко карты говорят. Кто-то в вашем окружении есть человек, который может вам сослужить нехорошую службу и принести вам какие-то неприятности. Но ваши силы стоят на вашей стороне, на вашей защите, поэтому они вас защищают. У вас даже по жизни очень хорошее отрождение, у вас очень хорошая защита. Ну вот так, мои дорогие, с чем я вас и поздравляю. В общем, если подытожить, год неплохой. Просто пропорционально распределяете свое время. Ну вот такое предсказание для вас, мои дорогие именинники. И если у вас этот день рождения у вас сегодня, я вас поздравляю, мои наилучшие пожелания. А если вы хотите персональный расклад, вы можете связаться со мной по всем каналам связи в любое время. И я могу сделать для вас это совершенно бесплатно. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Скоро увидимся снова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok